Всем привет дорогие друзья! За 20 с лишним лет вокруг Lineage 2 появилось немало мифов, которые из года в год транслируются многими игроками. В этом видео мы попробуем разобрать 10 популярных мифов и понять, где в них правда, а где вымысел. Миф первый. При дропе с ПК игрока шанс дропа эпической бижутерии выше, чем других итемов. Ответ на этот вопрос оказался весьма неожиданным. С ПК эпик действительно выпадает чаще, но не потому, что игра понимает, что это ценный предмет. Послушаем объяснение мастера Тома, основанное на коде игры. Дело в том, что предметы отсортированы по айдишнику в базе. Айдишник автоматически начисляется, когда предмет создается. То есть смотри, взял ты эпика, потом у тебя будет храниться гадание. Первый волокнат, которого получили полгода назад у нас, у него айдишник будет на 2 миллиона ниже, чем все новые предметы после этого созданные. Это понятно, да? А теперь смотри, ты свой инвентарь забиваешь постоянно новым хламом. То есть ты там, допустим, сфейлил мэджика кольцо, купил новое, там не знаю, сфейлил шапку, купил новое. То есть у тебя в инвентаре со временем все айдишники новые будут выше, чем айдишник того же волокната, потому что волокната за него все дрожат. У него будет самый, ну, с ним ничего не станется. Максимум, он может перейти к другому человеку, да? И то же самое с предметами, которые люди ценят. То есть они были созданы хрен знает когда, они не ломаются. Ну, вряд ли кто-то точит арку, не блеск с точками, да? Из единожды созданная арка получила свой айдишник, и через 5 лет он будет чуть ли не самый низкий. И теперь в чем прикол? То есть человек, который долго играет, который носит вот эти вот антикварные вещи, они со временем будут очень старые, будут очень старые айдишники. А так как все отсортировано по айдишнику, то сначала начинается проверка на дробь этих вещей, понятно? Весь мусор, который у тебя в инвентаре, он будет идти потом. А вот самые крутые вещи, которые никогда не ломались, из единожды были созданы и хранятся в инвентаре годами, у них будут самые старые айдишники, соответственно, они будут в начале списка. Соответственно, они будут выпадать чаще. То есть понятно, если вы волокнация получили сегодня, у него будет айдишник очень новый, да, он не выпадет. Но допустим, через полгода айдишник у него будет по сравнению с остальными вашими вещами, будет очень старый, он будет в первом списке на выпадание. Исходя из этой информации, можно разобрать и второй интересный миф, связанный с ПК, согласно которому, если забить инвентарь картами или НГ-кольцами, то это поможет при ПК не дропать ценные вещи. Это есть смысл только в том, если вы вот карты сейчас купите на С1. Потому что, если ты, допустим, оделся, купил себе арочку, купил валика, купил точеные, там, не знаю, ботики, и теперь забил кольца. Это уже все пофигу, у колец айдишники будут выше, они будут стать после твоей арки. Потому что вначале, допустим, идет расчет на вещи, которые в начале списка, то есть это всякие элементы, которые восхранятся с С1. И вот, грубо говоря, если бы вы на С1 купили 5 карт, а на С4 набрали бы себе 3000 карм и начинали бы дропать, то как будут алгоритмы работать? Берем первую ячейку, карта, потому что асфальпировано по Адишнику, шанс дропа 30%, кандом херовый дропается, дропаем. Итак, мы надропали 5 карт, дошли до лимита, все, и ваши ценные вещи уже не пропадают. Миф третий. Запрещенное число 923. Игроки Линейдж 2 много лет задавались вопросом, почему на некоторых серверах было запрещено писать в чат число 923, которое по непонятной причине попадало под цензуру. На форумах придумывали самые разные мистические теории, и самой распространенной из них было то, что 923 это название крупного корейского клана из первых серверов Линейдж 1. Они были сильно увлечены игрой, и однажды один парень из 923, который встречался с дочерью Кээлла, ушел во враждующий клан. Клан Лидер и некоторые из его подчиненных отправились домой к тому парню и жестоко убили всю его семью. После этого 923 стали цензурить, а игроки в этих цифрах видели отсылку к страшному преступлению. Но как это обычно водится, то, что хочешь запретить и спрятать, становится наоборот своего рода плохой пасхалкой, как считали игроки. Но на самом деле все гораздо проще. У большинства файлов в Линейдж 1 первой строкой идет число, которое не используется как данные и обозначает контрольную сумму строк. 923, ровно столько было строк в файле цензуры для английской версии Линейдж 1. В Линейдж 2 этот файл по ошибке был перенесен полностью, но в другом формате, где первая строка стала уже полноценной частью файла цензуры. Миф четвертый. Правда ли, что дроп ивентовых итемов строго привязан к таймеру, поэтому итемы выпадают только в определенные моменты через фиксированные промежутки времени? Чтобы разобраться, правда это или миф, снова придется обратиться к мастеру Томя. Есть лимит предметов, и каждый ивент имел свои параметры. Например, возьмем ивент сердца, да, от Валентинки. Раз в минуту, по-моему это было либо минута, либо 40 секунд, опять же у каждого ивента свои настройки, дроп можно было вытащить из мобов 135 сердец. То есть, если ты на сервере один, и ты убил за это время, за это окно 135 мобов, ты вытащишь 135 сердец. То есть, таким образом идет ограничение, да, ну, уже не получится паровозить, потому что даже если это паровозер какой-то, он убьет эти мобов сотню за секунду, он вытащит весь пул предметов, и ему придется ждать следующее окно, которое будет через минуту. Это одна проблема. Вторая проблема, судя по изменениям следующим, да, которые были в поздних хрониках, точнее в следующих хрониках, это неравномерность дропа в разное время. То есть, смотри, когда вечером, допустим, когда играет много народу, люди получают, ну, мало дропа. Почему? Потому что число оно забито, да, вот 135 для сердец. А утром, когда играет 2-3 ботовода, они забирают весь пул. Так вот, в следующих хрониках, в четвертых уже, градация ивентов, точнее хранжирования, она уже была даже по часам. То есть, там выставлялось, какое максимальное количество предметов, по какое время можно выбить. То есть, допустим, в 8 утра, условно говоря, это может быть 50 предметов, а вот в 6 вечера, там, с 6 вечера до 12 ночи, это уже будет 200 предметов. Очень долго, после долгих изменений и притирок, ее ввели в C4, и вот, судя по всему, она так и не менялась, она себя оправдала. Таким образом, можно сказать, что предметы падают не в определенный момент, а в течение всего интервала времени. Однако, из-за того, что их число за интервал ограничено, при большом онлайне игроки очень быстро дропают все итемы в самом начале периода, а новая порция итемов может упасть только в следующем интервале. Миф пятый. Прыжки в Линейдж 2. Конечно же, любой, кто хотя бы раз заходил в Л2, с уверенностью скажет, что прыжков тут нет. Однако, так не во всех версиях. Например, в китайской локализации игроки действительно могут прыгать. Правда, забраться куда-то или перепрыгнуть через препятствие все равно не получится. Миф шестой. Существует одна городская легенда, согласно которой от Кэнсела защищает баф Майт. Я попросил мастера Тому разъяснить, правда ли это, и если да, то на чем основан данный баг. Это возникло именно на С4. На С3 этого еще не было. Начнем с того, что в одном из видео наших с тобой я рассказывал про то, как стакаются эффекты. Они стакаются по Abnormal типу. Если совпадают Abnormal типы, то не стакаются, да? Ну, перекрывается, да. В зависимости по уровню. Итак, смотрим. Смотри, слева у меня здесь Skill Might. Видишь? У него Abnormal тип PA Up. Ну, то есть Physical Attack Up. Смотрим. PA Up. У него значение 0. Вообще, в информатике, да, значение 0 это, как сказать, Corner Case. То есть, ну, это граничное значение. С граничными значениями всегда куча проблем. Откроем какого-нибудь NPC, который кидает Cancel. Вот возьмем, например, нефилим Бишопа, да? Что такое Check Magic? Check Magic это те скиллы, которые Бишоп проверяет. Он смотрит. Если на тебе висит Silence, либо на тебе висит Sleep. Причем уровень 6 это не имеет значения. Если на тебе висит Silence или на тебе висит Sleep, я на тебя не положу Cancel. Ну, это как бы глупо, правильно? Человек, он заслиплен, либо он так кастовать не может. Вот. Значит, ему Cancel не нужен. Смотрим, как это реализовано в его логике. В этих двух функциях он пытался проверить, код этого моба пытался проверить, наложен ли на тебя Silence, либо Sleep. Если он не наложен, то мы делаем Cancel Magic, кастуем ее, да? Вот. Все хорошо. В C3 проблемы не было. Когда это сломалось? Это сломалось в C4, причем в ранних стадиях. Когда в C4 NCSoft расширил этот класс и добавил Cancel Magic 2 для новых мобов. Что делается? Смотри, отличия теперь их. По левой стороне у новых мобов и по правой стороне у старых мобов. Здесь два чекмейджика, а здесь три. И вот это есть тот баг. Идем к этому коду нашему. Сейчас я дойду до того, почему же все-таки Майт защищал от этого. Возвращаемся к нашему коду. То есть в C4 для этого гребаного Серов Халата и Валдиуса добавили Magic 2, но они не изменили старых мобов, которые кидали Cancel. И как это привело к такому страшному багу, что Майт внезапно стал защитой от Cancel. Смотри, чекмейджик 2 значение 0, правильно? Смотрим, как они его используют. Они говорят, дай мне Abnormal Type от скилла Чекмейджик 2. Чекмейджик 2 0. Такого скилла нет. Ну, потому что он, допустим, если это было бы у Биша, он же здесь не установлен, видишь? Молчание будет нулем. Дай мне Abnormal Type от нуля. Он говорит, сори, я ничего не нахожу. Собственно, почему я эту ошибку пофиксил? Я ее пофиксил у себя еще на C1, когда писал, потому что я видел, что сервер плюется эрорами. Он говорит, эй, чувак, такой-то класс просит такой-то скилл 0, его нет. Скилла с нулем нет, но продолжает работать. Что происходит? Abnormal Type от нуля возвращает 0. А что у нас является нулем? Abnormal Type 0, PA Up, Might. Правильно? Теперь смотри. Теперь он говорит, эй, дай мне левел скилла с Abnormal Type, PA Up. И смотрит, есть ли у тебя этот скилл или нет. То есть, таким образом, вот эта херня из-за двойной ошибки. Есть такое понятие взаимокомпенсирующие баги. То есть, это когда один баг компенсирует другой баг. Если ты фиксишь один из них, то все ломается. То есть, они вдвоем живут нормально. И, соответственно, из этих двух багов, то, что у Nefilim Check Magic не был установлен, это раз. А второй баг, то, что Abnormal Type от несуществующего скилла возвращал PA Up вместо минус единички, допустим. То мы получали то, что идет проверка на Might. И говорится, если у тебя есть Might, то Cancel не накладывался. Все мобы, которые давали Cancel, они не Cancel. То есть, они его не кидали, если у тебя висел Might. Все, кроме вот Халата и Валдиуса. Вот такая городская легенда, да. Миф седьмой. Согласно этому мифу, на острове Грез есть таинственный особняк, в котором разработчики оставили страшную пасхалку. Вокруг него ходило множество разных слухов, и кто только не копировал объяснение этой пасхалки. Сам особняк выглядит очень таинственным и местами даже страшноватым. Картину, висящую на стене, за столько лет так и не удалось опознать, но она тут не главная. Неподалеку от дома есть могила с крестом. Ее особенностью является то, что надпись на могильной плите очень четкая и детализированная. Внимательные, усердные игроки смогли найти прототип этой плиты из реальной жизни, хранящейся в частной коллекции. Описание в некрологе гласит, короткая жизнь Марты Чот возрастом 6 месяцев запечатлена на этом простом памятнике по семейной похоронной идее на ферме Нью-Гэмшира. В отсутствии документов о крещении, ее родители обозначили могилу этим камнем, по которому ее существование нам и известно много поколений спустя. Игроки стали раскручивать цепочку и зацепились за Нью-Гэмшир и нашли книгу «Отель Нью-Гэмшира» и снятый по ее мотивам фильм. Произведение повествует о семье, содержавшей отель. В семье было 5 детей и с психикой у них было далеко не все в порядке. Инцест, насилие, убийство. Автор находки отмечает, что особняк очень похож на тот, что есть в игре. Далее игроки нашли информацию, что дедом умершей Марты был Сэмуэль, у которого также было 5 детей. На могиле Марты написано, что ее родителями были Сэмуэль и Аннер Чот. То есть у ребенка фамилия семьи Чот. Но исходя из информации о генеалогии семейства, отца Аннер, то есть дедушку Марты, звали Сэмуэль Чот. К этому нужно добавить, что ребенка не крестили. Соответственно, есть предположение, что это инцест. Дочь была беременна от отца и церковь не могла позволить зафиксировать этого ребенка. Больше игрокам выяснить ничего не удалось. Однако можно добавить, что тогда это своеобразная аллюзия на судьбу Шилен, которая также была одной из 5 детей Гринкайна и Инхасад, была совращена отцом и родила драконов. И вроде все выглядит очень логично и хочется верить, что эта пасхалка разгадана, однако если начать разбираться, то, к сожалению, версия не выдерживает критики. Первое, это то, что могильная плита из Ньюгемшира не имеет никакого отношения к книге и фильму. Ведь тогда сюда можно привезти любое произведение, где события разворачиваются в этом районе. Особняк из фильма на самом деле схож с домом в игре лишь числом этажей и наличием возвышения в центре. Но это и не столь важно, ведь самое главное, что вопреки уверенным утверждениям, что надгробие уникально, оно на самом деле частями встречается и в других местах на карте игры, но при этом никому не приходило в голову разгадывать это как пасхалку. Те же надписи есть и у надгробий, где делается квест на четвертый левел клана и на востоке кладбища. Вместе с ними там есть и другие, вполне читаемые надписи, которые никогда не воспринимались как пасхалки. В недавнем обновлении основной версии в игру добавили книгу сказаний героя, где в виде коротких абзацев рассказывается немного лорной информации. Там есть описание острова грез. Когда-то остров грез принадлежал гному-торговцу из Глудио по имени Баллес. На этом острове жили отсталые племена и малочисленные беглецы со всего света. Затем его купил Кранкен и после этого остров преобразился и обрел нынешний вид. Таким образом разработчики объяснили, что парк развлечений это часть игрового мира, а не полностью не аутентичный, не связанный с игрой и вселенной объект. И собственно это и сомнительность предыдущей версии все больше убеждают меня в том, что может быть никакой пасхалки тут и не было. Разработчики просто сделали остров с разными зонами как в парке развлечений, в том числе и таинственный особняк как в фильмах ужасов. А в качестве текстуры для надгробия взяли одну из применяемых ранее доступных текстур и даже не задумывались, что это станет предметом для дискуссий. Возле особняка также можно видеть небольшую стеллу с надписью Пенсильвания. Этот регион в США известен в том числе своими необычными отелями, где посетителям предлагают провести ночь в страшном особняке с привидениями. И именно к такому отелю и отсылает нас здание на острове Грёд. И более глубоких объяснений на мой взгляд тут все-таки нет. В общем к точной разгадке мы так и не пришли, а возможно ее и не существует. А какие у вас мысли на этот счет и находили ли вы когда-нибудь пасхалки в игре? Напишите об этом в комментариях. Миф восьмой. Заточка через фейлы или через крит удары имеет более высокие шансы на успех. Почти все действия, в которых так или иначе завязан рандом в игре, например, дропс монстра, шанс триггера, кубика, крит, шансы блока с щитом или та же заточка, основаны на генераторе псевдослучайных чисел. Из-за того, что алгоритм простейший, вот покажу, он состоит буквально из двух строчек, он супер простой для производительности, то он тоже не очень-то на самом деле равномерный. И алгоритм этот выглядит примерно как волна. То есть некоторые числа, это даже на Википедии написано, это его недостатки. Некоторые числа будут преобладать, некоторые числа вообще будут очень редкие. По формуле заточки нам что нужно было? Нам нужно было, чтобы заточка была меньше 70%, правильно? Сейчас я покажу примерно, как это выглядит. То есть вот эта вот синяя линия, это примерно там уровень 70%. То есть все, что там выше, скажем, это плохо. Все, что ниже, это предмет точится. И вот теперь мы кидаем наши криты. И теперь смотри, для критов нужно наоборот, для критов нужно, чтобы шанс чего-то там, точнее кубик был ниже, да, ниже, потому что ниже твоего шанса крита. Правильно? То есть шанс крита очень маленький. Допустим, ну, шанс крита какого-нибудь Плейнволкера, да, там, с бафом на фокус и с его пассивкой будет примерно 25%. И то есть смотри, и вот эта вот зона, это зона, когда критует Плейнволкер, да, там, с фокусом, скажем. Она примерно 25-30% без танцев у него. Значит, тут это выше 70%, это наши шансы крита, которые там меньше примерно 30%. Это какая-то серая зона, которую мы оставляем в случае. И насчет волны, да, то есть если сейчас у нас часто идут криты, правильно, то есть мы находимся где-то здесь. В этот момент, возможно, стоит точить, да, потому что шанс того, что вот следующее число из этого несбалансированного алгоритма окажется в этой же низкой зоне, ну, или примерно хотя бы где-то тут, да, ну, он довольно большой. Это лучше, да, ну, по крайней мере, у нас здесь какая-то зацепка, да, окей. Мы сейчас находимся в низкой зоне, мы сейчас находимся на дне волны, надо точить. Когда он вырастет и пойдет вверх, мы не знаем, да? Но нужно еще сделать комментарий, наверное, о том, что рандом используется разными игроками, то есть он на весь сервер один, и, соответственно, кто-то может вытащить следующее рандомное число вместо тебя. И ты идешь-идешь этими ступеньками, кто-то в это время тоже идет ступеньками, и он вытащил следующее рандомное число, и у тебя опять продолжается падение. Да, конечно. И более того, эта ситуация, она на сервере видна очень часто. То есть часто игроки говорят, блин, я там бью эту книгу, на этот баф уже два часа, и мне ничего не падает. А другой игрок просто приходит в этот Enchanted Valley, бьет моба, и ему падает варакс. Ну, то есть потому что кто-то за него набил ступеньки вверх, правильно? Только вот самый низ, ну, когда мы упали, этот шанс достался не тому игроку, кто так его ждал. Миф 9. Линейдж 2 сделана по корейской манхве родословная. На самом деле это справедливо только для первой линейдж, да и то частично и только для ее первого обновления. И как оказалось, вот почему. Как известно, сюжет Линейдж 1 изначально был построен на манхве Линейдж, или родословная, автором которой была корейская писательница Шин Иль Сук, продавшая NCSoft права на игру по ее произведению. В начале их отношения были взаимовыгодными. Так, манхва оживила бессюжетный мир онлайн игры и привела в нее фанатов произведения, в то время как игроки, незнакомые с манхвой, узнали о ней и также могли стать ее читателями. Но популярность игры быстро значительно превзошла популярность оригинала. При этом права на использование названия и мира Линейдж писательницей были проданы также компании Аникино, которая вместе с Digital Dream Studio планировала выпускать по мотивам манхвы комиксы и игры для Xbox. Однако в NCSoft заявили, что популярность Линейдж повысилась за счет игры, а не манхвы и заставили Digital Dream Studios получить у них разрешение на использование названия. После этого в январе 2001-го Шин Иль Сук подала иск против NCSoft с требованием закрыть сервера игры за нарушение авторских прав. Но в NCSoft заявили, что игра Линейдж была только названа в честь оригинала и что настоящие игровые персонажи и истории были разработаны компанией. Несмотря на то, что суд не стал закрывать игру и стороны пришли к обоюдному согласию, после этого инцидента выпущенные впоследствии продукты NCSoft, в том числе и Линейдж 2, начали создаваться на основе их собственного мировоззрения под названием Аден Ворлд, которая шагнула дальше от оригинальной манхвы, а следовательно не была подвержена юридическим рискам. Тем не менее им удалось найти баланс между узнаваемостью локаций, копированием концепций и в то же время местами обновленному лору. Миф 10. После ухода Ричарда Гэриута, Линейдж 2 потеряла европейский стиль и скатилась в вырвеглазную корейщину. Данные высказывания можно видеть в комментариях чуть ли не под каждым третьим роликом на канале. Чтобы проверить миф это или правда, стоит немного погрузиться в историю тех событий и посмотреть старые интервью. На дворе было начало 2000-х. Первая игра от NCSoft под названием Линейдж уже была самой популярной онлайн-игрой на азиатском рынке, собрав рекордные 2 миллиона подписчиков. Ее главный геймдизайнер Джейк Сонг, впоследствии разработавший Архейдж, тщетно искал пути продвижения Линейдж на североамериканском рынке. В это же время Ричард Гэриут, разработчик легендарной Ultima Online, покидает Electronic Arts и свою первую компанию Origin и основывает Destination Games, которая в скором времени будет приобретена NCSoft и станет ее штаб-квартирой в США под названием NC Interactive, а для нас впоследствии более известным как NC West. В это время с ним связывается Джейк Сонг и Гэриут не просто возвращается в индустрию игр, а становится на ее вершину, пробивая путь NCSoft на американский рынок. Однако сам Гэриут в 2002 году сказал, что его вовлеченность в разработку Линейдж была только на ранней стадии и довольно минимальной, а подавляющее большинство времени было потрачено на игру Талуба Раса. Тем не менее Гэриут указал NCSoft на необходимость создания продуманного чата и перехода на 3D-движок. Звучит крайне банально, но только сейчас. Дело в том, что корейцы обычно играли из компьютерных клубов, находясь рядом со своими сокланами, и поэтому у них не было необходимости часто использовать чат, в то время как американцы играли из дома и не могли общаться напрямую. А необходимость 3D-графики связана вовсе не с красивой картинкой, а с тем, что в США не был распространен широкополосный интернет, а загрузка через модем растровой графики требовала очень много времени. На тот момент Хен Джин Ким и Бае Джей Хун, имя которого красуется на самой высокой точке Эль Марадена, уже придумали основную концепцию для игры Lineage 2, разработка которой началась в октябре 2000 года. В основании высокой стеллы находится большая плита, на которой изображено древо Сефирот, в эзотерике древо жизни Кабалы, которое является системой отображения развития мироздания. В верхней точке находятся инициалы основателя NCSoft Ким Таг Джина. На основе анализа различных источников удалось выяснить, что следующие по иерархии значимости инициалы принадлежат Бае Джей Хуну. Это исполнительный продюсер Lineage 2, тот самый Джеймс Бае из титров. Очевидно, для удобства иностранцев некоторые разработчики адаптируют свои имена. Ниже слева инициалы Ким Хьонг Джина, главного дизайнера игры. Из титров мы знаем его как Рауля Кима. Именно ему принадлежала идея создания Lineage 2 и ее основная концепция. Также именно ему мы обязаны тем средневековым фэнтезийным сеттингам. Вопреки устоявшемуся мифу о непосредственном участии Ричарда Гэрриута в разработке L2, его инициалов на плите нет, как нет их и в титрах. Хотя плита появилась задолго до его незаконного увольнения, из-за которого он отсудил у НССов 32 миллиона долларов и слетал на них в космос. Таким образом, никаких подтверждений участия Ричарда Гэрриута не нашлось. Напротив, во всех ранних интервью можно видеть имя Рауля Кима, а посмотрев наше интервью с ним, которое вы можете найти на канале, вы поймете, что он даже спустя 20 лет помнит многие моменты разработки. И сомнений в том, что именно он, отец-основатель Lineage 2, не остается. Помните ли вы какие-нибудь еще мифы о Lineage 2? Напишите об этом в комментариях. И, конечно, не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылке в описании, где я часто выкладываю переводы истории корейских тестеров Lineage 2 2002 года, а также подкасты времен стартера УОФа, которые уже не найти в интернете.